Сегодня 14-е Ниссана, 33-го года, и с вами программа «На Медневе Иерусалиме» и я, Мария Мисхеврона. И я, Амос из Иерусалима. Наш выпуск посвящен противоречивой информации, касающейся недавней смерти и якобы происшедшего воскресения из мертвых Иисуса, называемого Христом. Мы возьмем интервью у свидетелей и основных участников событий последних дней. Если Иисус действительно воскрес из мертвых, как утверждают Его ученики, то очень вероятно, что Он и является Христом, Сыном Божьим. Однако наши духовные лидеры не признали Иисуса за Христа, и поэтому они осудили Его на смерть. Кто же этот Иисус, Божий Сын или Лжец? Мы не можем ответить за вас на этот вопрос, но мы можем показать вам, что говорят разные люди о Нем. Первый человек, которого мы пригласили, утверждает, что Иисус является Сыном Божьим, и Он расскажет нам, в чем Он видит Его миссию. Итак, это фарисей Никодим. Никодим сейчас с нами в прямом эфире. Никодим, вы слышите нас? Вы слышите нас, Никодим? Да, да, я слышу вас. Здравствуйте, Никодим. Никодим является богословом, а также членом Иудейского Верховного Суда. Синедриона и знает, как проходил суд над Иисусом из Назарета. Говорят, что вы были знакомы с Иисусом еще до ареста. Скажите, скажите нам, Никодим, называл ли Иисус себя во время своей жизни Христом, Божьим Сыном? С самого начала, как я увидел Иисуса, я знал, что Он учитель от Бога, и из-за тех чудес и знамений, которые Он творил, я пошел к Нему поговорить ночью в тайне ото всех, потому что другие члены Синедриона не одобряли Его. Во время нашего разговора Он называл Себя Сыном Человеческим. Сейчас же, изучив Писание, я точно знаю, что Сын Человеческий – это Христос, Сын Божий, Тот, Кого мы ждали. Потом, когда Иисус был на суде, первосвященник прямо спросил Его, считает ли Он себя Христом, Божьим Сыном? Иисус ответил словами пророчества, Разозлился ли Синедрион на заявление Иисуса, что Он является Сыном Божьим? О, да! Конечно же, вы можете себе представить, как они разозлились! Они приняли Его заявление как богохульство, как страшное преступление, за которое следует карать смертью! Это действительно богохульство, если только человек на самом деле не является Богом! Совершенно верно! Если вы называете себя Богом, то это не будет богохульством только в одном случае – тогда, когда вы действительно являетесь Богом! Это очень интересно! Скажите нам, Никодим, в чем Иисус видел свою миссию? Когда я смотрел на Него, вознесенного на крест, тогда я вспомнил Его слова, сказанные мне той ночью. Должно Вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Тогда я и понял, что в этом и была Его миссия – быть распятым за наши грехи. Понимаете? Оказывается, Христос должен был пострадать согласно пророчествам. Я только теперь это понял. Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Спасибо, Никодим! В нашей передаче не место для проповедей. Итак, когда Иисус был жив, Он заявлял, что Он является Христом, Божьим Сыном, и Его миссия – отдать свою жизнь для нашего прощения. По большому счету, истинность Его заявлений зависит от того, действительно ли Он воскрес из мертвых или нет. Если Он не воскрес, тогда Его заявление и Его служение – это просто дешевая подделка. Если же Он воскрес из мертвых, тогда Он – Сын Божий. Вопрос, который мы адресуем гостям студии, состоит в следующем. Является ли воскресение Иисуса фактом или выдумкой? За то, что это факт, выступает Иосиф из Аримафеи, член Иудейского Синедриона, отдавший свою гробницу для погребения Иисуса. За то, что это ложь, выступает Каиафа, первосвященник. Добро пожаловать, господа! Давайте начнем. Прежде всего, никто из вас не отрицает тот факт, что через три дня после смерти Иисуса Его тело больше не было в гробнице. Тогда вопрос состоит в том, как тело Иисуса покинуло гробницу. Что вы на это скажете, Каиафа? Спасибо, Мариам. Все дело в том, что ученики Иисуса пришли к гробнице, когда римские охранники спали и украли тело. Мне это кажется достаточно простым и доходчивым объяснением. Иосиф, что вы можете ответить на это? Да, все выглядит достаточно просто, слишком просто, но остается очень много вопросов без ответа. Я себе думаю, как же нужно было спать всей охране, чтобы ни один из них не услышал, как скрипел громадный камень, когда откатывался от входа в гробницу. Первосвященник, а откуда вы узнали, что именно ученики украли тело Иисуса? Как откуда? Нам сами охранники и рассказали. Интересно, как же они могли это видеть, если в это время спали? Не смей противиться Превосвященнику Божию, окаянный! Тихо, господа! Оставайтесь с нами, мы прервемся на рекламу. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Только сегодня у меня есть для вас потрясающее предложение по бывшим употреблениям верблюдов. Шо вы говорите? Вот этого красавца можно приобрести по специальной цене на распродаже. Только на этой неделе и всего за 30 серебряников. Да, да, вы не ослышитесь! По цене новой туники вы сможете перевести надежное и недолгое средство передвижений. У нас есть верблюд специально для вас. Ждем вас! Если вам нужен верблюд, приходи! Есть у Амара верблюд, приходи! Верблюды, козлы, ишаки, и ослы! Есть у Амара верблюд, приходи! Готовя этот выпуск, мы пытались взять интервью у воинов, охранявших гробницу. Но никто из них не согласился с нами встретиться. Зато офицер, руководивший распятием, дал свои комментарии о происшедшем нашей корреспондентке Руфи из Йопы. Давайте посмотрим запись этого интервью. Рядом со мной находится римский сотник, который руководил воинами, распявшими Иисуса. Он в целях безопасности не хочет называть своего имени. Расскажите нам, как произошла казнь Иисуса? Все было необычно. Он безропотно сносил боли и насмешки. Я даже слышал, как Он молился о нас. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Потом на три часа было солнечное затмение, как будто небо не хотело смотреть на землю. Я помню, как прямо перед своей смертью Иисус сказал, «Отче, твои руки предают Дух Мой». Потом он умер. И в этот момент случилось большое землетрясение. Какова же была ваша реакция на все это? Я профессионал своего дела, но впервые во время казни произошло такое. Я испугался. Многие люди вокруг меня тоже. Истинно, этот человек был Сын Божиим. У меня еще один вопрос к вам. Как вы прокомментируете тот факт, что солдаты, охранявшие гробницу, спали на посту? Мне трудно в это поверить, ибо у нас очень строгие наказания за такую халатность. Плод до смерти. Ну а если такое и произошло, то сторона, которая поручила им охранять, должна была заявить об этом, чтобы мы провели внутреннее расследование. Насколько мне известно, иудейские священники к нам с таким заявлением не обращались. Спасибо, сотник, что согласились ответить на наши вопросы. Первосвященник Каяфа, я думаю, что ваши люди просто еще не успели заявить о халатности охранников. Нет. Ну, мы решили поступить милосердно, человеколюбиво. Мы их простили. А где было ваше человеколюбие, когда вы требовали распятия Иисуса? Вот, видите, он опять меня провоцирует. Давайте немного сменим тему. Лично меня в рассказе сотника удивило упоминание о природных явлениях во время казни Иисуса. Ну, прямо мистика какая-то. Кроме того, нам стало известно от одного из священников, который не захотел говорить на камеру, что в момент смерти Иисуса большая толстая завеса в Иерусалимском храме разодралась надвое. Ну, ребята, это все совпадение. Просто совпадение. Я до этого не раз говорил, что завеса обветшала. Вот и разорвалась. Насколько я понимаю, разорвалась именно та завеса, которая закрывала вход святое святых храма, указывающая, что доступ к Богу закрыт. Не так ли, Каява? Да, та самая завеса. Так это же Бог через разорвавшуюся завесу указал, что благодаря смерти Иисуса теперь для нас открывается доступ к Богу. Вот мы только что были свидетелями дебата в нашем шоу. Мы благодарны нашим гостям, чтобы вы были нам здоровы. Сейчас у нас на связи наш специальный корреспондент Руфь. В данный момент она находится возле пустой гробницы, из которой исчезло тело Иисуса. Руфь, вы меня слышите? Студия, я слышу вас. Рядом со мной находится женщина, последовательница Иисуса. Мария Магдалина заявляет, что видела воскресшего Иисуса и называет Его своим Господом и Спасителем. «Мария, как ты оказалась у гробницы?» Трагическая смерть Иисуса нас всех разбила. Мы все, и апостолы, недоумевали, как такому Иисус позволит случиться. По окончании субботы на рассвете я и моя подруга пошли к Его гробнице посмотреть, не нужно ли добавить еще благовоний. Мы не были уверены, что нам удастся зайти в гробницу, так как вход был закрыт громадным камнем, опечатан и охранялся, но мы просто не могли сидеть дома. Что произошло, когда вы пришли туда? Камень был отвален, гробница была пуста, охранников не было. Мы не знали, что происходит. Неужели эти изверги забрали Его тело, чтобы над Ним глумиться? Но потом Иисус явился нам. Мы видели Его живым, а также Его видели ученики и еще много других людей. Это все на сегодня. Наше прямое включение с пустой гробницы завершено. Мы заканчиваем нашу передачу с последним комментарием о МОЗ. Вы видели и слышали, как описывают свидетели историю смерти Иисуса Христа и, кажется, Его воскресение. Уважаемый зритель, если ты делаешь вывод, что Иисус воскрес, то должен и признать Его Сыном Божьим, а Его смерть, как расплату за твои грехи. Признаете ли вы Его своим Спасителем? Только каждый для себя может ответить на этот вопрос. А сейчас мы прощаемся с вами и дай Бог, чтобы все уверовали. Кажется, мой коллега хочет стать проповедником этого Иисуса. Это была программа «Намедни» в Иерусалиме. Увидимся на следующей неделе.